Любовь, ну что, благодаря журналистам Ходорковский лай, благодаря расследованиям мы узнали, что Володин и глава Сбербанка Гре входят в гей-клубы, что один из главных пропагандистов Антон Красовский вместе с советником Путина Шуваловым устраивают на квартирах гей-вечеринки, вызывают мальчиков-эскортников, устраивают оргии и более того, что Патрушев, мэр Собянин и даже Кириенко не являются премьерными семьянинами. Как вы относитесь к таким блюстителям семейных и, главное, традиционных ценностей? Ну и, конечно же, быть может, вы можете расширить этот список путинских развратников. Ой, я думаю, что там список очень большой, это просто ребята с Ходорковский лай привели те примеры, за которые они ручаются, которые можно доказать, источники, по которым у них есть. То есть там, я думаю, что список огромный, туда точно можно включить всех депутатов Государственной Думы, правительства, Совбеза. То есть все те лица, которые мелькают у Симоняна, Соловьева на телеэкранах, которые рассказывают, как нужно россиянам да и украинцам жить, сами не являются не то что премьерными семьянинами, они являются нарушителями законов. Это люди-коррупционеры, это люди с низкой моралью. И даже Медведев. Я думаю, что и Медведев тоже. На самом деле, я уверена, что все они, да, то есть они настолько развращены, что ожидать от них какого-то премьерного поведения, мне кажется, очень наивно. И одной рукой они подписывают вот эти все законы о запрете ЛГБТ, о традиционных ценностях, рассказывают это все с голубых телеэкранов россиянам, а другой рукой они просто звонят своим сутенерам для того, чтобы позвать несколько эскортниц мужского, женского пола и устроить настоящие оргии. У меня абсолютное доверие к этому материалу, который вышел на Ходорковский лайк, потому что я посмотрела, кто его делал и как его делал. Там прямо в начале стоит аннотация, что участвовал в разработке этого материала журналист, который сам является открытым геем и который сам когда-то участвовал, да, в так или иначе в каких-то вечеринках, в те же самые клубы ходил, про которые они рассказывали в этом материале. То есть человек, который все это видел воочию. И я помню, что это же самый журналист Ходорковский лайф, он когда-то был журналистом телеканала «Дождь». Он рассказал, что к нему домогался Жириновский. Поэтому в целом у него очень много сведений и данных на таких вот первых лиц российского государства. Поэтому я советую всем посмотреть. И особенно очень хочется, чтобы этот материал на Ходорковский лайф посмотрели все зетники, которые кричат о том, что вот голая тусовка уявляет, это позор и разрад. Пока идет СВО, так называемое, нужно всем сплотиться. Вот пусть они посмотрят на тех людей, которым они на самом деле прислуживают, как они развлекаются, какие оргии они устраивают. Потому что материал достаточно, ну, мне кажется, такой очень резонансный. Вы думаете, у Путина и у Бортникова, директора ФСБ, в ящичках столов уже лежат вот эти вот все папочки, видеоматериалы на Володе, на Грефа, Патрушева, Кириенко и всех остальных? Конечно, конечно. То есть все эти оргии, они точно идут под присмотром Кремля. То есть в плане того, что там, скорее всего, везде установлено и прослушка от чекистов, и видеокамеры, и все это уже записано. На самом деле это любимая чекистская история, когда они собирают компромат именно такого циального характера, кто с кем спит, кто кому изменяет, кто там с мальчиками, кто с девочками. И они все это потом используют в своих целях для того, чтобы дандавить на людей, которые им не угодны. Часто они публикуют какие-то заказные материалы в отношении оппозиционеров. То есть в отношении оппозиционеров они это все публичат, чекисты. Они рассылали видеосъемку, как Яшина спит с двумя девицами, как один из бывших сотрудников штабов у Алексея Навального, якобы где-то спал с мальчиком и так далее. То есть они вот это вот все очень грязно, всю эту историю они очень любят. Они собирают обязательно этот компромат в первую очередь, а потом публикуют либо давят на тех лиц, которые им не угодны. Поэтому, конечно, это все есть у чекистов, и все там повязаны с друг другом. Это ни для кого не секрет внутри их вот этой вот когорты, то есть что такое все это происходит. Я думаю, что они пересекаются на таких оргиях со своими друзьями, там в банях каких-то, в саунах. Поэтому вот такой разряд я хочу, чтобы просто больше людей об этом узнало из числа обычных россиян, из числа тех людей, которые смотрят российский телевизор, чтобы у них немного такого вот разрыв шаблона произошел. То есть с одной стороны рассказывают про традиционные ценности, и что якобы эта российская оппозиция такая развратная, вся там на службе у Запада состоит. На самом деле я вот знакома, наверное, со всеми российскими оппозиционерами. С кем-то я дружу, с кем-то я кого-то считаю ближайшим соратником, с кем-то я не дружу, но все равно так или иначе мы пересекались. И среди российской оппозиции такое уж точно не принято. Это я уж точно говорю. Я бы не сказала, что все прям такие тру, не знаю, супружеские пары, настоящие, не знаю, такие вот прям все идеальные люди. Конечно, нет, все бывает в жизни, но при этом, чтобы такие оргии вот с наркотой, с наркотиками, с кокаином, с девочками, с мальчиками, и везде вот во всех. Ну вот такого я в российской оппозиции уж точно никогда не видела и предположить не могу. Путин, как показали эти же журналисты, 29 раз за всю свою политическую карьеру с момента 2000 года, когда он стал президентом Российской Федерации, 29 раз тискал несовершеннолетних детей. Во-первых, интересно, как вы считаете, зачем это понадобилось Путину? Вы помните, как он рассказывал, приговаривал обычно, они как маленькие котики, их приятно потискать. Я напоминаю, что, кстати, Александр Литвиненко, которого убил, кстати, Путин на территории Лондона, отравив его полониям-210, впервые когда-то сказал, что Путин является педофилом. Вот как вы думаете, зачем Путин тискает детей? Вот это я не знаю, но я не буду исключать версии, это вот той, которую вы озвучили, которая озвучена в видеоролике, «Ходорковский лайф». Я сама делала большое расследование про убийство Литвиненко, оно лежит на моем YouTube-канале, там больше, по-моему, двух миллионов просмотров, и рассказывала подробно про жизнь этого человека, и я склонна доверять его сведениям и данным, потому что он сам из среды спецслужбы, он знал, общался, видел этих людей в молодости, когда они еще так сильно за свой публичный имидж не опасались, и могли в каких-то личных беседах просто что-то рассказывать. Поэтому я думаю, что у Литвиненко были действительно какие-то данные, если он так говорил, то стоит к нему прислушаться и взять их хотя бы в расчет. Пока подтверждений каких-то публичных и жестких этому не было, ну, вот такие слухи, конечно, уверенно ходят, и я бы совсем их со счетов не списывала, потому что, ну, исключать ничего нельзя, нужно понимать, что люди, которые находятся во главе российского государства, это люди максимально развращенные, невозможно, да, развратиться вот так вот у тебя там либо полушарие мозга развратилось, а правая нет, там, да, у тебя где-то там вот одна рука что делает, а правая нет. То есть эти люди максимально испорченные и продаются вот любым утехам, они очень любят деньги, красивую жизнь, они действительно являются такими гедонистами, но, наверное, самым худшим значением этого слова, в плане того, что они любят там хорошо жирнопитаться, можно посмотреть на меню кремлевских столовых, там все время какие-то вот эти вот излишества. И в сексуальной жизни, я думаю, тоже они любят, они не такие скромняги, да, они вот любят все эти оргии, которые можно себе представить в самом грязном их виде. И я думаю, что Путин тоже не чужд этому, он же из среды то же самое, когда... Я делала, кстати, расследование про первое, 99-е, 2000-е год, про приход Путина к власти и про историю с Ускуратовым. И на самом деле все люди, которые участвовали в тот момент в этой истории с Ускуратовым, они потом говорили, сейчас это замедлено под ковер, это на самом деле очень опасно про это говорить публично. Я попытался с Ускуратовым поговорить пару лет назад, он отказался со мной разговаривать, потому что находился на территории России. И... Но все люди, которые участвовали так или иначе в этой истории, они говорят, что на той квартире, на которой был Ускуратов, где сделали, собственно, эту запись, которую против него использовали как компромат, там были и другие лица, и некоторые из них упоминают, что там же был и развлекался с проститутками Владимир Путин. То есть просто часть этого компромата использовали против Ускуратова, при этом Путин активно участвовал в использовании этого компромата против Ускуратова, пытался выслужиться перед семьей Ельцина. Ну и, собственно, у него это получилось, как мы видим. А часть этого компромата не использовали, но то, что он был, говорят об этом действительно многие лица. Я напомню только нашим зрителям, что Скуратов – это генпрокурор когда-то Российской Федерации, который насобирал вместе со своими коллегами за границей компромат на семью Ельцина и готов был его обувлечить, но директор ФСБ Путин как-то этому очень жестко помешал. Вот Любовь рассказала, каким образом это произошло. Так и было. Вот очень интересно, что Алина Кабаева ни с того ни с сего получила рекордные 3,5 миллиарда рублей в свой благотворительный фонд, который направил, во-первых, РПЦ в Крыму, в оккупированном Крыму украинском, а во-вторых, более того, еще и помогла своим собственным программам и разработкам, что называется. Вот интересно, за что так и кто, потому что мы не знаем этого крайнего мецената, любит госпожу Кабаеву, почему она получает такие деньги и с чего вдруг такая радость 3,5 миллиарда рублей? Ну, мне кажется, здесь все очевидно. То есть, кем является Алина Кабаева, знает буквально весь мир. Путин пытался сохранить эту тайну. Вначале закрывали СМИ, которые про это писали. Но сейчас это ни для кого не секрет. Это нужно быть очень наивным человеком, который будет думать, что Кабаева она просто за свои какие-то заслуги в художественной гимнастике все это получает. Нет, она получает это, потому что она является любовницей той ли тайной женой Путина. У них есть совместные дети. И вот ей скучно сидеть на Валдае постоянно. Ей нужно каким-то образом развлекаться. И она вот развлекается тем, что устраивает какие-то там такие вот спортивные мероприятия, участвует в них, получает эти деньги на благотворительность. Но это такие, на самом деле, это только вершина азберга. Понятно, что у Кабаева, как и у Путина, у них есть постоянный доступ к российскому бюджету, к официальному части, к теневой его части, к доступу к деньгам олигархов, которые якобы там принадлежат Тимченко, Ротенбергу и так далее. На самом деле, это все кошельки Владимира Путина, это все его деньги, которые просто лежат там, да, на счетах у других лиц, его доверенных лиц. Но на самом деле, он ими распоряжается, он дает указания, туда потратили, сюда потратили, сюда взять, дворец поставить, яхту какую-то купить или еще что-то сделать. Поэтому и Кабаева то же самое, то есть 3 миллиарда, нужно будет 30 миллиардов, 30 миллиардов соберут. Поэтому для нее всегда все двери открыты, потому что она является таким вот ближайшим человеком к Владимиру Путину. Я бы очень хотела сделать небольшую ремарку, вот про наше все это обсуждение, всех этих оргий, которые вот опубликовал Ходорковский лайф, к тому, что в целом, вот да, положа руку на сердце, я могу сказать, что мне абсолютно на самом деле все равно, кто с кем спит. То есть я не ханжа, я не считаю, что нужно лезть в постель к депутатам, к чиновникам и смотреть, а кто там с этим встречается, а с тем встречается. За одним исключением. Если это никаким образом не влияет на их публичную государственную работу. То есть если это чиновник, который переписывает на свою жену, на свою тещу или кого-то еще, свою недвижимость, коррупционно добытую, какие-то счета там, да, то есть и выплетает их в свою незаконную деятельность, то я считаю, что у общественности есть право знать, да, то есть и на какие там, например, деньги, там свекровь или теща, какого-то там чиновника, там, не знаю, например, Володина, да, председателя Государственной Думы Российской Федерации, на какие там, да, деньги они приобрели ту или иную недвижимость. То есть мы имеем право туда залезть и задавать вопросы, потому что это все связано с незаконной деятельностью. А что касается вот этого видео, там тоже, в принципе, четко это проговорено, что нет никого бы, никакого бы дела бы не было того, кто с кем там спит и какие оргии устраивает, если бы эти же самые лица не навязывали всем так называемые традиционные ценности, к которым они имеют никакого отношения. Если бы они не запрещали аборды, если бы они не признавали нежелательной организации, да, там, не включали список террористов, экстремистов, ЛГБТ-движений и так далее. То есть если бы они не лезли к нам в постель, то тогда бы мы бы не лезли бы к ним и не сдавали бы и вопроса. А вы не хотите там либо крестик снять, либо трусы надеть, как говорится? Но вы бы знаете, да, я... Но и общество есть вопросы, я считаю, что мы их имеем право сдавать. Я почему вас спрашиваю по поводу Кабаева, по поводу вот этих вот всех ребят по одной простой причине, что пока российская элита путинская утонула в этой пучине разврата и похоти, и пока они все ходят по гей-клубам и по гей-вечеринкам, в Орске, в Оренбургской области все затопило. Люди без лекарства, люди без... Люди эвакуируются, люди без пресной воды, люди без еды, люди без ничего. Пескол выходит и говорит, вы молодцы, ребята, вы держитесь. Что там? Тоже проблема с водой или проблема с коррупцией? Это проблема с коррупцией, это проблема с приоритетами путинского государства. То есть очевидно, что все государство, вся государственная машина, большая махина работает сейчас на войну в Украине для того, чтобы как можно больше людей убить, чтобы бомбить Харькова, сбрасывать свои бомбы на мирных людей в Украине. И вот это приоритет у Путина. Не заниматься, например, ЖКХ, который находится в плачевном состоянии в России. И это плачевное состояние будет только ухудшаться, потому что все это уже изношено, с советских времен осталось, не для того, чтобы чинить и проверять дамбы. То есть вот таких техногенов, каких-то катастроф, конечно, будет больше, потому что просто все изношено, все оборудование, все это проржавело, это все нужно менять, а на это денег нет. В принципе, у государства денег и есть, и запасы какие-то остались. Нефть все равно и газ они все равно продают по своим каким-то каналам, обходят санкции, все равно поступление в российский бюджет есть. Но эти деньги расходуются не для того, чтобы в России что-то улучшить, да, или проверить состояние той же дамбы, которая сейчас прорывает, людей просто там затопляет вместе с их всем хозяйством, с домами, все это безвозвратно. Государство им, конечно, никаким образом не поможет, их опять кинут, у меня в этом нет никаких сомнений. Обычным людям ничего никогда в России не достается. Все достается у путинской элите, силовикам, и все деньги государства, они идут в первую очередь на войну, во вторую очередь это на внутренних силовиков, на Росгвардию, на ЧВК, которые созданы там, да, в разных российских регионах. Вот это приоритет. А обычные жители, ну, их затопило, где-то в Орске, кто знает, там, да, через неделю перестанутся это обсуждать, а люди каким-то образом сами будут пытаться просто восстановить свое хозяйство все с нуля. И это, конечно, очень горько, об этом всегда говорит российская оппозиция, и вот нам говорят, что вы иностранные агенты, вы враги государств, на самом деле, самый главный враг государства это путинская элита. Друзья, спасибо, что остались, подписывайтесь на все наши ютуб-площадки, Дмитрий Гордон в гостях, у Гордона, пожалуйста, подпишитесь на ютуб-канал Любови Собой и на телеграм-канал Любови Собой, оставляйте как можно больше лайков и комментариев под наши беседы. Любовь, давайте поговорим о Путине. Как вы считаете, чего больше всего боится, чего и кого больше всего боится Владимир Путин? Я думаю, что Америка очень сильно боится, Путин, Байден очень боится. Вот про кого он постоянно говорит, то есть у него такая фиксация идет на Украине, на Америке, Украина для него любимая жертва, он считает, эту территорию можно мучить, доить, оккупировать, и вот у него фиксация явно на Украине прослеживается просто все его президентские срока, то есть он Украину как-то особо всегда выделял, она особо всегда не давала ему жить, наверное своей свободой, независимостью, какое-то процветание, стремлением к Европе. А боится он всегда Америка, он всегда про нее говорит, и все эти фобии, они просто на виду. Я думаю, что он боится также и свою элиту, но вот так как у него есть на всех компромат, у него есть силовики, которые ему лояльны, к которым он постоянно кидает подачки в виде каких-то денег, активов, то он их держит более-менее под контролем, то, что внутри России за счет репрессий, за счет пропаганды, он держит под контролем большое российское население, а за счет компромата, за счет давления, за счет потенциального отъема собственности он держит под контролем всю Кремлевскую, вот эту рать. Боится он, наверное, каких-то активных действий со стороны цивилизованных стран. Ну, если честно, я сейчас вижу, что мне кажется, в этой расстановке сил Путин чувствует себя более комфортно, чем раньше, потому что он думал, что будет более серьезный удар наноситься по его империи. Сейчас мы видим, что Запад протормаживает в своих действиях, в санкциях, в поддержке Украины, и это, на самом деле, очень горько, потому что Путин действительно мог бы проиграть эту войну уже, но он до сих пор ее ведет, до сих пор гибнут каждый день люди, и, наверное, Западу нужно принимать более решительные меры. Есть люди, которые страшнее Путина, которые находятся в России во власти? Я думаю, что есть такого же порядка люди. То есть Путин просто, вся система очень сильно на лояльность Путину завязана, поэтому если Путина выбить из этой истории, то система начнет шататься точно, потому что это не как в советское время. В советское время были какие-то все-таки институты, партийные органы и так далее, а система вся Путина завязана чисто на него. Он специально ее завязал на себя для того, чтобы все были лично ему благодарны, и все шло к нему, синиточки, для того, чтобы он оставался все время у власти. Все боялись его оттуда убрать. Поэтому, так или иначе, Путин венец этой системы. Понятно, что там есть много других людей, тоже не менее кровожадных, не менее ужасных, но при этом Путин, конечно, является таким их главарем. Патрушев не лучше у Путина, Бортников не лучше у Путина, Кадыров не лучше у Путина. Они все примерно одинаково относятся к ценности человеческой жизни. Они ни во что не ставят человеческую жизнь обычного человека, обычного россиянина, или украинца, или, не знаю, американского угодно. Им вообще наплевать на людей, абсолютно. Они вообще не задумываются об этом. Для них важна власть, деньги, ресурсы, влияние. Вот о чем они думают. Поэтому примерно такого же, как Путина, склада не знаю, вот этих антиценностей людей там полно, но Путин из них является самым главным, потому что он создал эту систему, он создал под себя и стоит сейчас во главе нее, и поэтому, конечно, все должны обращать внимание именно на его действия, потому что от него именно зависит, как другие людоеды будут себя чувствовать комфортно или нет, какие действия они будут предпринимать. Кто сейчас является самым ближайшим окружением Путина? Кто эти люди? Силовики, ближайшие силовики, чекисты. Вот если кратко говорить, чекисты, как таковые чекисты были в советское время, но на самом деле это те же самые. Люди, которые сейчас находятся в ФСБ, это то же самое КГБ, которое не разбили в 90-х годах. Вот Галина Старовойтова, которую убили, которую часто поминала Новодворская, например, это женщина, которая два раза предлагала и вносила законопроект в Государственную Думу, она была депутатом, для того, чтобы принять закон о люстрациях. 91-й, 98-й, по-моему. Чтобы всю эту нечисть вычистить с руководящих постов, не для того, чтобы их посадить, но для того, чтобы они больше не могли принимать решения со стороны государства российского. И ее, я думаю, за это чекисты убили, за то, что она очень активно пыталась вычистить вот эту новую такую продемократическую элиту от бывших чекистов. У нее не удалось это сделать. В 90-х годах вся эта идея провалилась, и поэтому Путин просто взял реванш. Современные ФСБшники – это то же самое КГБ, это те же самые здания, это буквально, если вы поедете в российские регионы, вы увидите те же самые здания чекистов, где пытали раньше, в 1937 году людей, там и позже. Вот они до сих пор стоят, там до сих пор сидит ФСБ с этими всеми портретами их ужасных кровопийцев. Это те же самые методики, это те же самые люди, либо их родственники, либо их сыновья, внуки и так далее, то есть это все поколения. Поэтому вся эта чекистская зараза – это самое ужасное. Это вообще не люди. Я считаю, что вот если их классифицировать хоть как-то, то есть если разбираться, то это вообще не люди, потому что даже у бандитов есть какие-то понятия. Бандиты, да, вот там, не знаю, детей не трогают, или каких-то, не знаю, стариков не трогают, еще у них какие-то есть вот свои вот эти вот законы и понятия, по которым они живут. Они чужды обычному человеку, но какая-то логика там, ну, нужно признаться, есть. У чекистов этих понятий нет. Ни дети, ни старики, ни женщины, ни какие-то там еще категории, им все равно. То есть люди для них это расходный материал, можно посмотреть. Это же все описано в советской литературе. Все видно, как они действовали. Вот это те же самые, та же самая когорда людей сейчас стоит во власти в России. Путин, их главарь, но вот эти силовики, чекисты, ФСБшники, они сейчас чувствуют себя абсолютно вольготно. И Путин их прикармливает в первую очередь. И когда мы сейчас видим новости о переделе бизнеса, когда того или иного человека отнимают бизнес, уже пошли там, да, брали людей из списка Форбса, отняли три завода, там у человека, его сами посадили под подписку о невыезде, потому что, видимо, он пошел на их условия, иначе бы посадили бы в СИЗО, то понятно, кому эти все активы будут отходить. Эти активы будут отходить силовикам.